На мой взгляд, сейчас особенно важно, чтобы ведущие финансовые институты, наряду с эмитентами, о чем я уже говорил, как можно больше уделяли внимание публичности, рассказывали нашему частному инвестору о том, как устроены финансовые рынки, что мы делаем и где эти финансовые инструменты, которые можно вкладывать и которым можно доверять. Еще одно направление – работа с подрастающим поколением. Здесь мы тоже сделали первые шаги и, на мой взгляд, достаточно интересные. Первый шаг мы сделали с Нью-Йоркской фондовой биржи. У нас очень добрые партнерские отношения. И мы в прошлом году совместно с нашими коллегами из-за океана выпустили первое учебное пособие для наших школьников. Оно называется «Вы и мир инвестиций», в котором в популярной и занимательной форме рассказано о том, как устроен рынок ценных бумаг. Тираж несколько десятков тысяч. Мы практически направили во все московские школы и в регионы. Конечно, даже этого тиража недостаточно. Конечно, мы не можем сказать, что каждая российская школа сегодня имеет возможность получить такое пособие, организовать дополнительный курс по рынку ценных бумаг. Но, тем не менее, когда мы говорим о становлении рыночных отношений в России, мы должны говорить не только о текущей ситуации, насколько она сложна, остра, какие она проблемы поставила, но мы должны уметь смотреть и в будущее. А будущее – это наши дети, это наша смена. И об этом не только надо говорить, надо что-то делать. Вот мы сделали первый достаточно скромный шаг в этом направлении, и нам хотелось бы, чтобы у нас была возможность продолжить эту работу. Но мы приглашаем всех тех, кого интересует эта тема, также участвовать в подобного рода проектах. То есть, работать надо одновременно в нескольких направлениях. Готовить наших детей, помогать, обучаться взрослым. Я могу сказать, что те учебные пособия, которые мы выпустили, на мой взгляд, могут представить интерес не только для наших детей, но и для их родителей. Потому что, по крайней мере, я не помню такого издания, где в такой популярной форме и занимательной рассказывается о достаточно сложных финансовых материях.